И непростая эта тема, которую мы сегодня обсуждаем. Мы обсуждаем множественное поражение центральной нервной системы и тоже с позиции симптомов и бессимптомного течения. Эпидемиологию скажу лишь штрихами, что метастазы в головной мозг развиваются практически у 30% больных с солидными опухолями и наиболее часто это рак лёгких, молочной железы и меланома. В патогенезе имеет значение гематогенное распространение и очень важно помнить о том, что большинство случаев клинических связано с поражением полушарий головного мозга, чуть реже поражается мозжечок и крайне редко ствол мозга. Относительно симптомов, то практически все ситуации, связанные с развитием и появлением неврологических симптомов или каких-то поведенческих расстройств у пациента при наличии диагноза злокачественного на образование требуют того, чтобы заподозрить поражение головного мозга и, соответственно, больного обследовать. Все клинические признаки вызваны постепенно увеличивающейся опухолевой массой и связаны с этим отёком. И симптомы достаточно разнообразны, мы их все знаем, поэтому я здесь не останавливаюсь. Интересно то, что метастазы в головной мозг – это достаточно тяжёлое течение заболевания, это изнуряющая симптоматика, и симптомы требуют часто использования кортикостероидов, мы знаем, противосудорожных препаратов, каких-то других средств, в том числе, как мы уже говорили, локальных воздействий. Относительно бессимптомного течения и, скажем так, диагностики такой ситуации, это стало возможно с продвижением нашей техники и возможности регулярного скрининга, например, с помощью МРТ. Больные бессимптомные имеют более лучшие показатели выживаемости по сравнению с теми, кто имеет симптомы. У них лучше контролируется неврологический статус, практически в 80% ситуации это можно сделать, тогда как с клиническими проявлениями только у 40% больных и, соответственно, больные, которые имеют симптомы, они имеют неблагоприятный прогноз, редко включаются в клинические исследования, поэтому нужно сказать, что мы имеем ограниченные данные по эффективности и безопасности больных с симптомами. Относительно различных подходов, различных видов терапии, то нужно сказать, что иммунотерапия относится примерно к умеренному воздействию, мы видим примерно 25-50% с поражением СНС, как комбинированной иммунотерапией, пилимумаб, неволюмаб, так и монотерапия, ну и сам пилимумаб в монотерапии менее 25% ответов. Ну а на чём основана вся эта статистика? Собственно говоря, мы можем обратиться к клиническим исследованиям, и вот здесь представлен сводный анализ комбинированной терапии пембролизумабов у больных с неимолкоклеточным раком лёгкого, в частности, данные по выживаемости без прогрессирования по комбинированной иммуно- и химиотерапии. И мы видим, что выживаемость без прогрессирования на уровне годичной выживаемости отличается больше, чем в 3 раза, и медиана выживаемости, она тоже, в принципе, отличается. Но большее значение это имеет, конечно, для общей выживаемости, поскольку мы видим, что и цифры здесь значимо увеличиваются, и, собственно говоря, и медиана с дельтой тоже значимо увеличивается более чем в 2 раза. И мало отличается от тех больных, которые не имеют метастаза в головной мозг. Известное для всех исследование чекмейт 9ЛИ. Не буду останавливаться на дизайне, он всем хорошо известен. Но это исследование также предполагало включение больных, которые имели бессимптомные метастазы в головном мозге. И подгрупповой анализ в этом исследовании показал, что больные, имеющие метастазы в центральную нервную систему, очень выигрывают от такого подхода. Мы видим, это ярко достаточно представлено здесь. И отдельно был представлен посткок-анализ на одном из последних европейских конгрессов в 2021 году, где было показано, что пациенты, которые имеют метастазы в головной мозг, имеют данные по выживаемости практически аналогичные тому, что больные без наличия метастаза в головной мозг. И относительно выживаемости без прогрессирования, медиана внутричерепной выживаемости без прогрессирования превышает год, 13,5 месяцев. Также была показана возможность достижения полного и частичного ответа у таких больных на тройной комбинации. И в конечном итоге также было установлено, что количество метастазов в головном мозге уменьшается и происходит отсрочка их возникновения, то есть удлинение этого периода. И аналогичные данные были получены в исследовании EMPOWER-150, но это уже другие препараты, мы знаем другое исследование, включающее комбинацию тезоризумаба, бивозумаба и химиотерапии. И здесь тоже было показано, что больные, получающие эту комбинацию, имели меньше новых поражений головного мозга и отмечалась тенденция к замедленному их развитию. Относительно клинического случая. Первый случай будет представлен бессимптомным метастатическим поражением у пациентки, которая в 2018 году диагностировала рак нижней доли правого легкого. Четвертая стадия за счет поражения противоположного легкого, G3-аденокарцинома без драйверных мутаций. И стандартно, собственно говоря, были предприняты две линии химиотерапии, которые оказались без эффекта. В 2018 год налаживания диагностики PDL был получен результат, который оказался достаточно впечатляющим, 95%. И что получилось? Получилось, что мы, конечно же, стали использовать иммунотерапию пембролизумаба, которая после четырех курсов принесла эффект в виде частичной регрессии. Еще два курса помогли достичь полной регрессии метастаза. И пациентка продолжала лечение иммунотерапией. Понятное дело, что контроль плановый проводился на этапах лечения. И это позволило обнаружить бессимптомные метастазы в головном мозге, которые были обнаружены через 8 месяцев лечения. Их было 6 штук. И после консилиума, путем обсуждения с мультидисциплинарной командой, мы приняли решение провести стереотаксис, стереотоксическое облучение головного мозга, в результате чего был достигнут эффект и продолжена иммунотерапия до двух лет. И нужно сказать, что ситуация сложилась достаточно благоприятно, потому что пациентка до сих пор наблюдается, она жива. И, в принципе, мы имеем общую выживаемость уже приближающуюся к 40 месяцам с полной ремиссией. Но мы считаем, что женщины, в общем, повезло и вылечили таким образом. Но этот случай, конечно, очень ярко нам демонстрирует важность такого критерия, как PDL-статус опухоли в определении тактики лечения. И вот этот вопрос, влияет ли статус PDL-опухоли на результат, мы можем увидеть, если посмотрим на сводный анализ терапии, сейчас, извините, терапии с пембролизумабом, по сравнению с химиотерапией у больных, имеющих меланому и немелкоклеточный рак лёгкого. И мы видим, что больные, которые имеют ТПС больше 50, у них медиана общей выживаемости значимо выше по сравнению с тем, у которых ТПС больше единицы. И, таким образом, мы ещё видим другой момент, что она также приближается к тем больным, которые не имеют метастаза в головной мозг. Относительно выживаемости без прогрессирования, здесь ситуация, в принципе, наоборот нас может удивлять, потому что больные с PDL-1 и ТПС больше единицы имеют медиану хуже, чем на химиотерапии. Мы видим 2,3 месяца, на химиотерапии на 5 месяцах. С другой стороны, больные, которые имеют PDL-ТПС больше 50, то выживаемость годичная в 3 раза выше, 38% против 13%. Таким образом, мы понимаем, что это значимый фактор для лечения. Ну вот ещё одно исследование Чикмей-227, которое, собственно говоря, тоже для нас хорошо известно, и оно включало больных с метастазами в головной мозг, и здесь были бессимптомные метастазы, и больные подвергались комбинированной иммунотерапии, НИВА-ИПИ, и также был рукав НИВА-Химиотерапии и так далее. Давайте посмотрим на те результаты, которые нам позволяют говорить о том, что увеличение общей выживаемости было достигнуто как в общей популяции, так и при PDL-позитивном статусе. И мы видим, что при PDL-позитивном статусе медиана достигает 20 месяцев, в других подгруппах здесь представленных это 17 месяцев, 17, ну и 16 месяцев, соответственно. То есть мы видим более высокие показатели при наличии PDL положительного статуса. Следующий случай – это симптомные метастазы у пациента, который имел меланомы, тоже 18-й год, меланома поясничной области, вторая цистадия, берав отрицательное, было проведено оперативное лечение, облучение, была рекомендована дювантная терапия, от которой больной отказался, не захотел колоть интерфероны. И прогрессирование наступило достаточно быстро, через 7 месяцев с множественным поражением метастазами легкими, печени, селезенки, костей. Лечение комбинированной иммунотерапии, Нива и Ипия, раз в 21 день удалось сделать 4 инъекции, все-таки это получилось по времени, однако же это не защитило от продолжения заболевания и появления новых симптомов со стороны центральной нервной системы. Головная боль, головокружение и обследование выявило множественное поражение миллиардными образованиями головного мозга до 14 штук. Но поскольку пациент был обсужден на консилиуме, и мы понимали, что можно все-таки попробовать сделать тотальное облучение головного мозга, параллельно продолжена была иммунотерапия Ниволюмаб, там на самом деле было буквально 2 инъекции. И к июню месяцу, когда проводился контроль, ситуация была также неблагоприятна, было зафиксировано прогрессирование, появление новых очагов, уже больше 20 их было, и в конечном итоге также наросли симптомы, которые выразились в появлении судорог, ухудшение общего состояния КОК-2-3, и больному была рекомендована симптоматическая терапия. Мы видим короткие сроки заболевания и молниеносное достаточно течение. Одно из исследований, которые позволяют нам сравнить группы с бессимптомным и симптомным течением заболевания, вот оно представлено на слайде, CBC, которая включала метастазы меланомы в головном мозге до 4 сантиметров. Здесь представлен рукав С, который включал больных с симптомным поражением, и предполагалось использование кортикостероидов у этих групп. И, соответственно, результаты были такие, что ответ интракраниальных очагов у больных бессимптомным составил 35%, те больные, которые не имели предшествующей терапии, он был несколько выше, 59%, и, соответственно, выживаемость без прогрессирования у этих больных также была более высокая. А больные, которые имели симптомное поражение, мы видим данные по выживаемости без прогрессирования интракраниальных очагов, крайне низкие цифры, 6%, по сравнению с 43%, но это, в общем, мы понимаем во сколько раз. И было отмечено в этом исследовании также конкандартность интракраниальных и экстракраниальных очагов. Далее в исследовании были проанализированы данные по выживаемости без прогрессированной зависимости от эффекта. Понятно, что она была наилучшая при наличии полной регрессии опухоли. И общая выживаемость также позволяет цифры сравнить нам показатели бессимптомного и симптомного течения заболевания, бессимптомное 49%, с симптомами 19%. То есть тут ситуация также нам достаточно красноречиво говорить в два раза отличающиеся цифры. Ещё одно исследование, включающее больных с меланомой, индукционная терапия НИВА и ИПИ, две группы больных с клиникой и бессимптомными пациентами, с поддерживающей терапией НИВА-Люмабом. И также вот результаты. Частота объективных ответов 54%, 6-месячная выживаемость без прогрессирования 63% и общая выживаемость медиана была не достигнута при наблюдении более 20 месяцев. В результате исследования было дальше проанализировано группа и с симптомным поражением. Здесь мы видим совсем другие цифры, в два раза ниже частота объективного ответа, 22%, даже больше, чем в два раза фактически. Время медианы общей выживаемости 8,7 месяцев. И пациенты, если мы посмотрим на число введений, то среднее число введений составило одну дозу введения комбинированной терапии. Но 4 пациента всё-таки перешли в фазу поддерживающей терапии НИВА. Другое исследование, которое позволяет оценить больных с симптомными и бессимптомными метастазами, но в данной ситуации мы видим, что как пациенты бессимптомные имеют более высокие цифры по медиане общей выживаемости, по проценту общей выживаемости, так и по проценту выживаемости без прогрессирования. Следующее исследование с бессимптомными метастазами меланомы позволило проанализировать возможности индукционного иммунно-химиотерапии, пелемумап и фотомустин с поддержкой в последующем. И здесь мы видим тоже интересные результаты. Общая выживаемость в общей группе и с метастазами в головном мозге практически не отличаются. Отличаются данные по общей выживаемости больных в зависимости от БИРАФ. У больных, которые имеют дикий тип БИРАФ, цифры несколько выше. И выживаемость без прогрессирования с метастазами в головной мозг значимо ниже по сравнению с выживаемостью без прогрессирования в общей группе. Еще одно исследование бессимптомные метастазы меланомы. И здесь есть возможность посмотреть на группу химиотерапии, химио-иммунотерапии, пелемумап, фотомустин и комбинированной иммунотерапии. Ну и мы понимаем, что то, что самое эффективное выделено красным светом, и мы видим, что фактически комбинированная иммунотерапия здесь выигрывает с показателями и по общей выживаемости, по выживаемости без прогрессирования и по ответу на лечение. Исследование монотерапии пембролизумаба, одна из статей, которая попалась мне при подготовке к данному выступлению, говорит о том, что допустимое использование монотерапии пембролизумаба у больных, имеющих небольшие метастатические, бессимптомные метастатические образования в головном мозге, поскольку те цифры, которые были получены, они в принципе сопоставимы с теми цифрами, которые есть у больных без метастаза в головном мозге. Наши, конечно, коллеги отечественные, которые включали в исследование миракулем больных, в том числе и с поражением метастазом центральной нервной системы, таких больных было в исследовании 21%, дали данные нам о трехлетней выживаемости в прошлом году, и мы видим, что она составляет 40%. По сравнению с теми больными, у которых нет метастазов, и тут цифры 60%. Еще при каких опухолях, кроме меланомы и немелкоклеточного рака легко можно использовать иммунотерапию? Мы видим достаточно большой спектр исследований, здесь есть и больные, которые имеют мелкоклеточный рак, рак молочной железы и, собственно говоря, рак почки. Ну вот одно из исследований по раку почки, которое предполагает использование и пенива с поддерживающей терапией и неволюмабом, показывает нам, что цифры общей выживаемости достигают 63%, контроль над заболеванием около 70%, мы видим частичную регрессию 32 и 40%, стабилизация, и длительность ответа 24 месяца. И, собственно говоря, завершающий слайд, который показывает нам данные по МП-630, исследование трижды негативного рака молочной железы, которое не выявило достаточной эффективности для поражения метастазами головного мозга. Но исследование в этом ключе продолжается, и мы видим с различными препаратами первые и вторые фазы, которые, наверное, нам дадут ответы на наши вопросы. Я заканчиваю свое выступление, благодарю всех за внимание. Ну, выводы могу зачитать, и в зависимости от того, как у нас там со временем, как скажет председатель. Я думаю, что пускай они висят, мы с ними ознакомимся. Если что, спасибо большое, Любовь Юрьевна. Мне так кажется, что вы точно убедили, что системное лечение больным нужно.